Ну, дому больше встали. Проводить к месту, где был пожар, Вячеслав соглашается сразу. Накануне рано утром он отправился набрать освещенной воды, а когда вернулся, увидел возле своего дома по переулку ровному пожарную машину. Помня о сильном пожаре, который был в их доме лет семь назад, тогда пришлось заново восстанавливать крышу, Вячеслав бросился к своей квартире. Но оказалось, возгорание произошло у соседей. Этот рукав сюда, через окно закинули пожарный. И, видать, прошла старая проводка, произошло замыкание, скорее всего. Я ж так не это, а был пенопласт подшитый на потолке. И, видать, пошел пенопласт вот-то гореть, загорелась обивка дверная. Алексей Северьянов сегодня все утро возится с дверью в квартиру своей дочери. Заново ее оббивает, подтверждает. Проблемы со старой проводкой были давно, и время от времени был слышен даже специфический запах. В то утро, видимо, она таки не выдержала напряжения и начала искрить. От утеплителя огонь не перебросился на дверь. Но, уверяет Алексей, было больше страха и паники, чем самого пожара. С этой стороны обивка ничего не горела абсолютно. То есть, внутрь ничего не пошло. Сам Алексей в то утро был на работе. О пожаре узнала дочери, которая в панике ему звонила. Заметив дым, она не смогла покинуть квартиру. Позвонила, горит пожар, кричит. Мы горим. Она увидела, что дым идет под дверью. Она позвонила сначала товарищу, она с ним разговаривала, по телефону рядом живет. Она увидела, что под дверью дым. Попыталась открыть, дверь не открывается. Из-за того, что она начала гореть, она расширилась и заклинила. Вызволял женщину уже сосед с подоспевшими пожарными. Они же после того, как вывели на улицу женщину, поднялись за ее детьми. Мальчишки совсем крохи. Одному годик, другому четыре. По словам их дедушки Алексея Северьянова, не успели особо испугаться. Там было два мальчика. Один 2012 года и второй 2016 года. Их вынесли на улицу. Там, конечно, были уже медики. Они детей осмотрели. А дальше уже дети не требовали никакой медицинской помощи. Детей передали родителям. Само возгорание ликвидировали быстро. Еще какое-то время заняло обследование соседних квартир. Учитывая, что дом очень старый, перекрытия тут деревянные. И в них есть пустоты, спасатели хотели убедиться, что нет тления. Причина возгорания, скорее всего, была действительно технической. Очаг пожара находился в перекрытии в месте, где проходила проводка. Но окончательно это может подтвердить лишь экспертиза. Еще один пожар произошел по проспекту Льва-Аландау в доме номер 8. О возгорании сообщил мужчина. Правда, когда пожарные прибыли на место, тушить было уже нечего. Хозяин квартиры справился самостоятельно. Ему, несмотря на его паническое состояние, помощь медиков не понадобилась. А вот его внука, 4-летнего мальчишку, госпитализировали. Малыш наглотался едкого дыма. В комнате горели домашние вещи и синтетическая обивка дивана. Полностью заполнена была комната дымом, и мальчик получил отравление. В данном случае, когда к нам поступило сообщение, и туда была направлена также скорая помощь, врачи приняли решение о госпитализации ребенка. Он госпитализирован, сейчас находится в больнице, в нормальном состоянии. Благодаря тому, что дедушка вовремя сообщил спасателям о возгорании и перенес ребенка из задымленной комнаты, удалось избежать более тяжелых последствий, отмечает Игорь Лупандин. На данный момент специалисты разбираются, что послужило причиной пожара в этом случае. Рассматривают как неосторожное обращение с огнем, так и техническую неисправность электроприбора. Оксана Нчапаренко, Михаил Воронков, Агентство телевидения новости.